Добрый вечер. Давайте тогда поговорим о стрессах. Сначала я начну немножко издалека. Я расскажу о психической... Вообще о том, как устроен человек с позиции древнего знания, восточного. У человека есть три тела. Есть физическое тело, которое мы видим, вот оно, физическое тело. Есть психическое тело, о котором, собственно, мы будем говорить, потому что тема стресса связана с ним напрямую. И есть духовное тело. Духовное тело — это основа жизни. То есть мы маленькие души, маленькие искорки. Душа находится вот здесь вот. Если кто-то подойдет, я могу показать, где душа находится конкретно. Она как искорка вот в одном месте вот здесь. И этот центр психического тела тоже здесь находится. Центр духовного тела или душа вот здесь находится, в этой области. И также центр психического тела. Душа имеет сознание, энергию сознания. Душа — это я. Вот если вы хотите понять, кто такой я. Я — это душа. Вот вы себя чувствуете уже кем-то, да? Вот это и есть душа. Вот. В душе есть три энергии сознания. То есть есть сознание, оно распространяется и на психическое тело, и на физическое. Оно является движущей силой жизни сознанию, души. И у сознания есть три энергии или три желания. Есть первое — желание жить или желание вечности. Это первая энергия. То есть все хотят жить. Никто не хотят умирать. Второе желание — это желание любви. Все хотят любить. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Вот. И третье желание — это желание знания. Что сказать, ну что сказать. Устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Ну то есть три вот эти вот желания есть у нас. И они являются не просто желаниями. Это три энергии, которые движутся и по психическому, и по физическому телу. И блокировка этих энергий приводит ко всем видам страданий и заболеваний. Эти энергии блокируются в результате судьбы. Ну то есть приходит время, и одна из этих трех энергий начинает двигаться хуже, чем до этого. Вот допустим, у вас, девушка, на втором ряду, у вас сейчас уже месяца четыре нарушено движение энергии вечности. И поэтому у вас болевые функции пострадали. Вы чувствуете, что вам тяжело вставать с постели. Вот. Чувствуете, что тяжело себя заставить что-либо делать. Появляется такое бессилие. Чувствует, что такое вообще. Может, меня сглазили. Что со мной происходит такое? Так? Снижено давление головокружения такое вам, вялость такая. Вот эта вот блокировка вот этой энергии дает такой результат у вас. Энергия вечности, да. Это энергия жизни? Ну, просто оно блокировалось на время. Это временная вещь. Временно, конечно. То есть через полтора месяца все пройдет. Не волнуйтесь. Правда? Однозначно. Ну, я же вам сказал, когда началось это. Олег Геннадьевич, а почему блокируется? А потому что так действует судьба. Мы когда-то что-то делали не так, и вот за это мы страдаем. За этой жизнью? Чаще всего прошлое. Прошлое. Вот у вас, женщина, энергия знания блокируется. Она уже блокируется где-то полтора года. Когда энергия знания блокируется, она дает повышенную чувствительность, обидчивость, хранимость человека, отчаяние, внутренние чувства может дать. Как такой результат. И это все идет у вас в личную жизнь. Вот у нее здоровье идет, а у вас в личную жизнь. То есть у нас три направления энергии. Они могут в трех направлений идти. В работу могут идти, в здоровье, в личную жизнь. И вот у нее здоровье страдает, у вас личная жизнь. То есть очень тяжело в отношениях, хочется быть одной. Все утомляют, раздражительно сильно. И течаяние иногда возникает. И третья энергия, это энергия счастья или любви, или счастья. Она тоже может блокироваться. Когда закончится, заканчивается уже, через три месяца закончится. Да, самый фиг был шесть месяцев назад. Шесть-семь месяцев назад было совсем жирно. Все три энергии разума. Ну, это нельзя так говорить, заблокированы. То есть это уменьшение движения. Если я не заблокировал, человек погибает сразу. Ну, то есть это уменьшение движения. Оно просто... Ход этой энергии, течение этой энергии становится слабее. Вот нельзя сказать, что она прям совсем заблокирована. И третий тип энергии, я называю энергией счастья. Или когда блокируется, то появляется у человека негативный тонус. Когда у человека энергия вечности блокируется, то появляется страх, нарушается воля. И человек чувствует бессилие. Вот, когда блокируется энергия знаний, человек чувствует повышенную чувствительность, ранимость, обидчивость, отчаяние. И когда нарушается движение энергии счастья, то человек чувствует разочарование, депрессию, апатию. Может чувствовать. Вот у вас на третьем ряду вот женщина. Нет, вот перед вами. Да, вы. Разочарование, депрессия, апатия. Пропала Мальвина, невеста Мальвина. Бежала Мальвина в чужие края. Вот, например, такое настроение. Олег Геннадьевич, а почему мне так происходит? Это моя дочь. Ну, так по судьбе. Где-то действует судьба. Она закончится и будет нормально. Когда закончится? Она снисляет? Через два месяца. Через два месяца все закончится и будет нормально. А можно и залетиться? Ну, а вот об этом мы с вами и встретились, чтобы все это менять. Аскезы влияют на эту ситуацию. Длительное непрерывное движение улучшает ситуацию с энергией вечности. Когда человек долго идет, у него появляются силы. Неподвижное положение тела, вода, улучшает ситуацию с энергией знания. И пост на воде или разгрузочные дни и солнце дает энергию счастья, возможность побеждать в эту энергию. Когда у человека страдает энергия вечности, человека напрягает внутренне. У него появляется напряжение сильно. Это напряжение может вызывать спазмы дальше, боли во всем теле. Суставы могут болеть, запоры, вены вылазят. Это все энергия вечности страдает. Когда страдает энергия знания, воспалительные процессы идут в организме. Кожа, может быть, кожные болезни, аллергии. Воспалительные процессы, как вариант влияния на тело именно. Когда энергия счастья страдает, токсины идут, лишний вес, токсины. Очень сильно хочется кушать на ночь. Человек пополнеет. В крайних таких случаях начинается полнота и так далее. Когда энергия счастья восстанавливается, то человек чувствует себя очень хорошо. Так, ладно. Итак, я буду петь иногда, танцевать, наверное, не буду сегодня. Будет иногда кто-то другой петь. Будем шутить с вами. Весело будет, короче. Не будем скучать. Параллельно будем изучать. Важные темы. Все эти три энергии, когда человек их активизирует, правильно за ними следит, то у него восстанавливается здоровье, восстанавливается возможность работать и возможность личной жизни. То есть эти три энергии дают... Ну, если человек с ними занимается, работает над ними, то у человека меняется жизнь. Вот завтра... Это так по графику совпало. То есть раз в шесть дней я бегаю по 17 километров. Завтра у меня будет пробежка. Вы можете прийти там, побыть рядом с нами, походить, поползать, побегать. После пробежки я залезу в море, буду там стоять. А вот этого я не знаю. Это организаторы должны знать. Да, чтобы недалеко от нас было. Так купаться вы не будете? Вы только будете стоять в море? Да, я буду прямо над водой стоять. Так купаться не буду. Просто сейчас бархатный сезон, я когда услышала, что вы... А сколько у вас сейчас градусов в море? Да, 18. Где-то 15 километров. Да, бархатный сезон, 15 километров. Я когда был в Риге, как раз месяца полтора назад, ну месяц, ну да, месяца полтора, там тоже был бархатный сезон, вода была 0,7 градусов. И мы там стояли. Полное очищение организма за пять минут. А у вас, скорее всего, где-то в градусах 18 сейчас, 19. Потому что я когда в Израиле стоял, там море то же самое, там 18-19 градусов, где-то 28 минут полное очищение организма, если стоять в воде. Но потом надо где-то согреваться, поехать там в баньку или под душем доставить. Потому что это достаточно прохладная вода. Ну, конечно, не сравнить с 0,7 или как в Москве мы купались в прорубе, 2 градуса было. Или в Таллине 4. То есть, у меня каждая поездка обязательно где-то купаются. Это просто как с каскезом. То есть, я сам это практикую. Я практикую вот эти все аскезы, неподвижное положение тела, пост. Вот сегодня я первый раз поел. За полчаса до вашей встречи. То есть, я дороги не ем. Получается, самолет там с утра выехал. Только в 4 часа. Но это помогает быть здоровым. Это помогает. Вот я... Мне 58 лет. Я пробегаю 17 километров за час 50. Так что, можете тоже кто-то ходит, кто-то ползает, кто-то бегает, кто-то стоит. Приходите, чтобы вдохновляться. Приходите, чтобы побыть вместе, вдохновиться. Но это опасно приходить. Потому что, если вы придете, потом вы уже не сможете ни ходить, ни бегать. Он захочется менять свою жизнь. Поэтому подумайте при всем прийти. Если захотите менять, то приходите. А завтра это будет пробежка. 17 километров, а потом будем попасть сюда. Вот смотрите, я бегаю километр туда-сюда. Поэтому я мимо вас всегда буду пробегать и желать вам счастья каждый раз. 17 раз пожелаю вам счастья. А мы будем вместе с вами бегать. Ну, если тогда вопросов нет. Кто-то со мной, кто-то ходить будет, кто-то стоять и смотреть, как мы бегаем. Приходите. Не стесняйтесь. Но в бане, во время пробежки, во сне и во время еды я консультации не даю. Только здесь консультации здесь будет. Там не будет, там я буду восстанавливаться. Итак, стресс – это когда у человека нарушаются движения хотя бы одной из этих трех энергий так сильно, что нарушается возможность нормального существования. Обычно, когда у человека стресс, то он чувствует затуманенное такое сознание. Он чувствует, что ему очень тяжело жить, принимать решения, понять, что делать и так далее. Это энергия… Это энергия счастья страдает. Может быть, энергия вечности такое тоже вызовет, такой вот результат. Когда… Вот классический пример энергии вечности, когда страдает, то человек вот так вот себя чувствует. Классический пример энергии вечности. Человек, ну, парализован в жизни, он… Нет, даже нет, это не энергия вечности, энергия знания и чай. Ну, то есть, есть три состояния противоположных. Есть чувство свободы или волевая сила, это энергия вечности, когда у человека очень сильно работает, чувство свободы он чувствует, что ему хорошо, легко. Легко у нас сердце, вот песни веселые. То есть, легко человеку. Второй вариант. Спокойствие. Это значит, энергия знания работает сильно у человека в сознании, он чувствует себя спокойно очень. И третье – это радость или счастье, или хорошее настроение. И три противоположных состояния. Когда энергия вечности страдает, человек чувствует страх. Страх – это как высшее проявление вот этого блока, этого блока. Страх. Скованность такая внутренняя, парализуется воля. Высшее проявление энергии знания – отчаяние. Человек чувствует отчаяние. И тоска, печаль – это энергия счастья. Опять вот энергия счастья у нас блокируется. Либо смешно, но так действует судьба. Человек стоит возле окна и не знает, что ему делать. Вот у вас было потрясение на третьем ряду, вот женщина, не так давно. У вас, да. Да. Вот на третьем ряду. А? Вспоминайте? Что-то такое раз и так. Откуда это взялось? Не помните? Не помните? Нормально все было. Я, может, ошибаюсь. Месяца пять назад ничего не произошло? Ни переезд, ничего, ни изменений никаких, нет? А? Дождь. Как? Дождь. Раньше. Чуть-чуть раньше, да? Пять месяцев назад закончилось, да? Ну, я вижу, что вы перенесли вот это вот состояние, потрясение. И это берется от судьбы. Судьба не спрашивает нас, когда она приходит. Так вот эти три состояния, да? Запомнили? Что такое стресс? Стресс – это когда теряется жизненная нить. Человек не понимает, зачем ему жить, для чего. У него разрушается один из трех источников счастья, вот этих вот, которые я перечислил. Причина стресса, главное, это поражение смысла жизни. Потому что смысл жизни – это как нить, на которую нанизаны жемчужинки. Жемчужинки – это все события, которые у нас происходят в жизни, все наши желания, цели. Все это нанизано на смысл жизни. И человек часто просто… Жизнь определяет смысл жизни у человека часто, и это очень опасно. Потому что человек сам должен сформировать свое представление о высшей цели своей жизни, или смысле жизни. Он сам должен сформировать. Но если, допустим, рождается ребенок, и он становится смыслом жизни, вот всей жизни, то тогда будет стресс. Ну, то есть он вырастет эгоистом, то есть, ну, будет много причин, чтобы попасть в стресс. Если смыслом жизни стала девушка, которую ты полюбил, тогда будет стресс. Если она… Просто ты ее любишь, это нормально. Но если она стала… Это называется любовь, вера. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. То есть больше ничего в жизни уже не светит. Олег Геннадьевич, можно вопрос? Да. Спасибо. Так, в каком слове, с физическими знаниями, когда читала «Отче наш», утром вставала там у алтаря, там свечку зажигала, было беспокойно, так хорошо после молитвы. Познакомилась с физическими знаниями, в последнее время духовная практика немножко так усилилась, потом упала, потом опять усиливается. И в последнее время, когда я читала Джапу, и видение мне такое открывалось, что вот этот материальный мир настолько он пустой, настолько такая тоска и печаль брала внутри, такая вот… Моя хорошая, вы все перепутали. Вот вообще все. Вот эта тоска и печаль, которая у вас началась месяца два назад, это просто пришел плохой период и заблокировал вот эту энергию, понимаете, энергию счастья. Вот. Можно его чина считать в состоянии глубочайшего счастья или другие молитвы. Это все зависит от вкуса к Богу и с разной вкусы. Вот, допустим, мусульмане, они Бога воспринимают как великого, сильного, мужественного, и поэтому они сами также величественно чувствуют себя, выглядят. Христиане Бога воспринимают как сострадательного, как терпеливого, который готов отдать свою жизнь за других, и христиане поэтому очень самопожертвованы. Есть, допустим, в ведических культуре есть такие направления, когда Бога чувствуют как высшее счастье, радость, любовь, то есть там через радость познают. Ну, то есть есть разные варианты познавать Бога, понимаете, и они все хорошие, не надо сравнивать, просто одному подходит одно, а другому другое. Даже, допустим, в мусульманских направлениях есть разные направления совершенно, есть сути, допустим, они отличаются очень сильно по восприятию. Или, допустим, католики отличаются от православных сильно, они разные, и это разные вкусы отношения с Богом, и это хорошо, и то, и то, и это. Поэтому вы все перепутали, у вас просто наступил плохой период, все у вас каша в голове. Вы думаете, я, наверное, не ту веру выбрала, что мне теперь плохо. Нет, никакого нет. А до этого было вроде бы спокойно теперь, да, потом было счастье, теперь совсем плохо и запуталось. Вы все путаете. Одно дело отношение с Богом, другое дело судьба. Часто человек не понимает, что судьба действует, а не его молитва. Давайте слушайте лекцию. Хорошо? Не будем прорываться. Итак, цель жизни. Высшая цель жизни. Бывает, человек пассивно живет, и его целями жизни становятся те цели, которые не могут быть высшей цели. Потому что высшая цель, она формирует Личность. А те цели, которые мы ставим перед собой, они настраивают нас на достижения, на какие-то достижения. Например, воспитать ребенка, выйти замуж за девушку, ой, жениться на девушке, выйти замуж за парня, купить квартиру. Ну, то есть человек ставит перед собой цели, которые не являются чем-то очень высоким. Они не развивают человека, они просто дают результат какой-то, дают возможности какие-то в жизни. И когда человек стремится к таким возможностям так сильно, что он готов отдать за это свою жизнь, то это называется неправильная постановка высшей цели жизни. Свою жизнь надо отдавать за Бога, за веру. Все остальные варианты, они спорные, спорные. Вот, то есть если человек, ну, даже отдавать жизнь, даже нет смысла отдавать, сейчас все хотят кому-то куда-то отдавать свою жизнь. Я говорю о предании, о вере, потому что, допустим, ну, парень поверил в девушку. Кто из вас на себе испытывал любовь, веру? Вот вы испытывали, да? Замучил, да, человек? С ума сходили, да? Вот когда человек в вас верит, не просто любит, а в вас верит, он сжигает психику. То есть с ним невозможно рядом быть. Кто не смог вот так брось, ну, пришлось расстаться, что невозможно было невыносимо. Вот вы понимаете, о чем я говорю. Это любовь вера, она очень жгучую природу имеет, горячую. Точно так же мать, когда любит своего ребенка, она сжигает его психику, он от нее начинает ползать, убегать от нее. То есть ему тяжело рядом с ней, он плачет рядом с ней, она... Ой, мой сын, но... Вот, то есть она... Душа по своей природе, она может все свои энергии, все свои силы отдать только Богу так, чтобы он не пострадал. Потому что Бог как солнце, а мы как солнечные искорки. Если мы всю свою силу кому-то отдаем, то человек не выдерживает. У нас очень много вот этой вот силы веры. У нас веры, верности очень много. То есть мы можем... Верность это хорошо, но вера в человека, это, как говорят, не создавай себе кумира. Мусульман даже иконы запрещают вешать из-за этого, насколько они боятся, чтобы мы поверили, не поверили в кого-то, кроме Бога. Потому что это приводит к стрессу. Ну, то есть стресс может быть очень долгим, в зависимости от того, насколько ты нацелен не туда, куда надо. Настолько долгим будет стресс. Он может быть очень длительным таким. Человек постоянно вспоминает другого человека, думает о нем. Жизнь идет, годы идут, а он не может забыть. Он постоянно в этом настроении, сознании другого человека находится. Вообще, в Священном Писании говорится, что человек должен быть в сознании Бога находиться. И в человеческом сознании, в сознании Бога. Вот, например, доброта — это сознание Бога. Сейчас очень многие люди находятся в злобе, в ненависти, потому что есть причина. У кого-то убили родственников, у кого-то разрушили жилье, разрушили жизнь. Человек находится в таком состоянии несправедливости чувства. Вот, есть причина. Но когда человек находится в сознании Бога, он своими силами невозможно избавиться от этой разрушительной силы, которая влияет на себя. Но если человек в сознании Бога находится, то он чувствует доброту. Хотя жизнь очень тяжела, конечно, в таких ситуациях, но в сердце доброта. Это не наша сила. Это сила Бога. Мы живем вечно. Человек практически не помнит. Только во снах иногда мы что-то такое чувствуем, как будто это я, но вот в этой жизни я не помню, что такое происходило. У кого такое вот? Вы как бы просыпаетесь, вспоминаете, где это было, и чувствуете, что ничего такого не было у меня выдержано. Это из прошлой жизни или позапрошлой жизни. Ну вот представьте, вы в прошлой жизни жили, допустим, на райских планетах. В райских планетах живут по 200, 300, 400, до 10 тысяч лет. Разные высоты. Чем больше выше планета, тем дольше жизнь. И там не ругаются в личной жизни. Там гармония. Право означает гармония. Там люди совпадают. Бог так делает, чтобы люди испытывали счастье. Представьте, там, допустим, с 60, 70, 80 лет человек живет вместе в гармонии с кем-то. Он потом рождается на земле. Начинает искать этого человека. И он находит не его, естественно, а похожего кого-то. И тот, естественно, не сможет взаимностью ответить. И вот эта любовь, вера, человек просто не может забыть. И он думает, мы с этим человеком встречались всего несколько месяцев. Почему же я не могу его забыть? А потому что ты не можешь забыть не его. Не можешь забыть того, кого он тебя напомнил. И вот девушка с длинными волосами на третьем ряду. У вас не было такого в жизни? Нет. Да. А знаете почему? Потому что вы в прошлой жизни жили в раю. Вы жили 200 с лишним лет. Где-то 220-230 лет. И из них около 100 лет вы жили счастливо с одним человеком. В этой жизни, когда вы что-то похожее увидели, то картинка включилась. И вы не можете забыть, не спать, не есть. Все. Сколько длилось состояние? Долго. Долго. Надо же стесняться сказать сколько. Понимаете? А сто лет там и сколько зимних лет здесь получается? Ну, столько же. Только же? Ну вот представьте, она сто лет жила в семейной жизни счастливой с человеком. И тут встретила похожего. Представляете, какая вспышка. Возникает любовь, вера. Человек не может забыть. Он думает, я не хочу уже, как бы, как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь, но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. И мщик, и гони лошадей, и некуда больше слежить, некого больше любить. Стресс. То есть, человек обрывается жизненная нить, он не знает, зачем ему дальше жить. А, моя хорошая, поэтому мы пришли на лекцию, чтобы узнать это, не за пять минут. Все будете знать точно, что делать. Замучило, да, это чувство, память замучило, мучает эта память, не знаешь, куда от нее бежать. Потому что верить надо в Бога. Если над человеческими отношениями есть высшая сила, если мы верим в святость, в чистоту, это настолько возвышенное чувство, что оно дает возможность любить людей. Ну, то есть, надо людей любить? Конечно, надо, можно, на полную катушку, но если ты веришь в Бога, то тогда людей любить несложно. Я тебя люблю ради Него. То есть, когда человек опирается на любовь к Богу, ему легко людей любить, никакого стресса не будет. Потому что любовь к человеку рождает жар в сердце. Жар. И чувство, ну и люди ждут, вот они хотят этого жара, чтобы горело сердце. Вот, жар, они ждут жара, люди. А любовь к Богу, что вызывает в сердце? Чистоту, счастье, радость, красоту, спокойствие, понимаете? И это сравнивается, как туча гасит лишной пожар. Вот когда, допустим, человек Бога начинает любить, у него жар любви к человеку просто жик. И он человеку просто может пожелать счастья, удачи в жизни. Даже если он сильно его любит, он готов ему подарить то, что он сам хочет для себя. Когда любовь к Богу есть, то человек становится бескорыстным. Он любит не как вот себе как бы захватить, а просто, чтобы человеку хорошо было. Ему нравится желать счастья тому, кого он любит. Это признак божественной натуры. Когда человек пропитывается Богом, он становится божественным. И у него тогда жар вот этот вот любви к человеку пропадает. Но именно жар вот этот любви, это не полноценная любовь. Полноценная любовь, она наполнена чистотой, верностью, искренностью. Ну и надо, когда ты влюбился в человека, надо постепенно трансформировать твою влюбленность в настоящую любовь. Потому что любовь, она по-другому совсем. Это верность, чистота, искренность, честность перед человеком. Это другое чувство совсем. Не чувство зависимости, сжения внутри, а чувство радости, чистоты, глубины в отношениях. И когда человек любит святость, любит Бога, ему легко тогда хорошо и правильно любить людей. Но если человек никогда божественную любовь не испытывал, то он от любви становится зависимым. От любви к ребенку, от любви к брату, к сестре, к любимому человеку. Человек становится зависимым. Он начинает чувствовать страдание от этой зависимости. Ему очень тяжело становится жить. Хотя сама по себе любовь – это прекрасное чувство, но эта зависимость, она, во-первых, мучает человека, который рядом с тобой. У меня разок на лекции один молодой человек встал и говорит, вот я девушку, рядом девушка седет, сильно очень люблю. И она меня очень сильно любит. А я спрашиваю, ну я увидел вот эту любовь, веру. Я говорю, а ей с тобой хорошо? Он говорит, очень. Она сидит такая. Я ее спрашиваю, вы устаете от него? Она говорит, устаю. Он говорит, Олег Иванович, не надо, не слушайте, все нормально. Как она устает? Ничего не устает, все хорошо у нас. Он полный иллюзий. Он ее задолбал, она бедная, такая хорошая девушка. Терпит изо всех сил. Теперь второй вариант. Девушка любит природу. Любит людей. Любит друзей. И рассталась с молодым человеком. Как она будет воспринимать вот эту разлуку? Попадет ли она в стресс? Будет ли она страдать, вот так, не дышащая лава любви? Будет ее мучить или не будет? Это потому что есть три ипостаси Бога. Господь действует через природу. Он через природу людям дает хорошее настроение, покой. Уходит раздражительность, уходит обидчивость, утомляемость, снижение работоспособности, плохое здоровье. Люди, допустим, обидчивость идут к психологу, а надо залазить в воду. Потому что обидчивость – это нарушение энергии знаний. Откройте опять назад шторочку, чтобы шел воздух. Ага, открывайте, да. Добрые люди, когда человек любит людей, то Бог ему дает друга или друзей, добрых друзей. И когда стресс, человек идет к доброму другу, он испытывает сильное облегчение. Даже если друг ему не говорит конкретно, что ему надо делать, ему просто рядом находиться, уже легче жить. Ну, то есть Бог действует через природу, он дает человеку нормальное здоровье, настроение. Человек, когда стресс, он природу любит, допустим, он может выжить благодаря любви к природе. Когда он любит добрых людей, это другая ипостась Бога. Это Господь действует через добрых людей, Господь. Потому что брата – это энергия Бога, а не человек. Если что-то по-доброму к тебе относится, значит, Бог тебе дает через него силы жить. Потому что ты для людей что-то много хорошего сделал, и Бог тебе назад дает награду. И Бог действует через святость, через храм. Давайте посмотрим, вот девушка любит природу, любит добрых людей. Как она испытывает стресс? Как она будет ли в стрессе, она находится или нет? Дышащий лаве любви. Чувствуете разницу? То есть тебя чуть-чуть не хватает. Это значит, что он вернется или нет? Сто процентов. Сто процентов, да. Потому что она счастливая, она жизнерадостная. А если человек... Ой, ты дурочка моя, трубодурочка. До чего же исхудала фигурочка? Или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Ну, то есть человек становится... Кому он такой нужен? Человек страдает, сохнет, становится несчастным, замученным. Огнедышащий жар, вот это... И сжигает любовь его. Но если он... У него любовь чистая, то есть любовь, основанная на энергии Бога, включилась, тогда все нормально. Все нормально, проблем нет. Но если у человека любовь, вера, он не сможет дождаться. Это патовая ситуация. Когда любовь, вера, то человек сгорает. Он чувствует жуткие страдания. И возврата не будет, потому что человек рядом с таким человеком, ни один нормальный человек жить не сможет. Это невозможно. Ну, то есть начинается ревность, гиперопека, контроль полный человека. То есть он ни спать, ни есть, ни без него не может. Ну, то есть... Моразм кричал, как говорят. Суицид вполне возможен в таких ситуациях. Печально, я буду успокоен. Скорее всего, нет. Потому что любовь, вера, это абсолютно невозможная вещь. Она приводит к длительному стрессу. И пока человек не найдет более высокую цель жизни, невозможно выйти из стресса. Одна девушка другую не заменит. Некоторые говорят, ну, вот давай тебе другую найдем. Невозможно. Не помогает. Только святость. Только чистая, прохладная любовь от святого, от Бога дает облегчение в жизни. Этот жар человеческой любви невозможно погасить ничем. Только божественной силой. И причем, эта божественная сила, как придет к вам, она может прийти в виде природы. Природа – это мать. То есть человек может через природу облегчение почувствовать. Допустим, ушел близкий человек, сердце разбито, слеза течет по щеке. А ты любишь природу. И ты по степи поехал на санях и чувствуешь облегчение все больше и больше нарастает. Потому что ты любишь природу. Так человек может избавиться от стресса. Особенно, когда вот сам момент разрушения произошел. Человек, если придается той силе, которая его облегчение дает, вдохновляет, то он может сильно помочь себе. Потому что стресс, он разворачивается через шоковое состояние. Завтра будем в стадии стресса изучать. Шок, чем дольше шок, тем потом длиннее стресс. Шок выматывает человека. Психика становится выжатой. Шоковое состояние – это когда человек не спит, не ест и ничего не может делать вообще в жизни. Просто находится в таком состоянии. Нет умения. Когда человек вырвался из этого состояния и пошел искать прибежище к природе, добрых людях или боги, то он спасает себе жизнь. Все. Победили. Половину уже пропустила. Да уже половину всех пропустила. Да? Стрессом. Все? Все выздоровели? Да. Хорошо. Слава. Второй вариант – это когда человек имеет друзей, верных друзей, добрых друзей. Тогда в этом случае то же самое происходит только через друзей. И через Бога еще такое же происходит. Через три источника победы над стрессом человека в жизни есть. Люди, конечно, еще ищут вино, другие источники бабы себе или мужика. Но это не помогает. Вопрос, а что делать? Вот мне конкретно. Стресс может повлиять на разные варианты нашей жизни. Первый вариант стресса влияет на психофизическое состояние человека. Психофизическое состояние разрушается от нехватки энергии природы. Как это выражается? Какие варианты стресса могут быть? Это может быть бессилие, страх. Вот особенно этот вариант приходит, когда человек видит, ну, энергия вечности страдает, когда человек видит войну. Когда погибают близкие, человек попадает в ступор психический. бессилие, страх, чувство безысходности, такое, как будто скованность от спинения внутреннее. Нет сил что-то поменять, как-то жить, все разрушено в жизни, у кого, кто испытал это состояние. Все разрушено, не знает, что делать. Когда человек вот такое, безысходность такую чувствует, то больше всего ему помогает в жизни длительное движение на свежем воздухе, на природе, длительное движение на природе. Энергия воздуха соответствует энергии вечности, это и есть энергия вечности. Энергия солнца это энергия счастья, а энергия воды дает человеку энергию знания, возрождает знания в сердце. Я когда был в стрессе, у меня стресс явно энергию знания. Я не мог понять, почему так произошло. И меня очень сильно как бы меня предали мои помощники, там отняли у меня соцсети, там фестиваль, там, ну это было полтора года назад. Много сразу сложностей. Я это чувствовал период, заранее молился, отмаливал, узнал, что будет трудно, но кто именно мне принесет приятный сюрприз, я не знал. Это сложно понять, судьба, она хитра всегда действует. Вот. И у меня было такое состояние несправедливости, чувство несправедливости. И я, знаете, как его снимал? С помощью ледяной воды. Вот когда залазишь в прорубь и стоишь там, а у нас есть психические слои, и стресс на одном из психических слоев закрепляется. И когда ты в прорубе находишься, постепенно чистка идет от одного слоя к другому. Так психика чистится водой. И в тот момент, когда доходил до стресса, у меня так обида и выходила из сердца. Я чувствовал, что я могу спокойно, то есть с помощью аскезы можно побеждать судьбу. Так же, как вода, действует неподвижное положение тела. Когда человек не двигается и его захватывает чувство обиды, то у него сильный жар может в теле в этот момент возникнуть, когда он доходит до вот этого блока внутреннего. Неподвижное положение тела пробивает блок обиды, отчаяния, чувство несправедливости, гнев побеждается в неподвижном положении тела. Длительным движением побеждается безысходность, скованность, чувство нежелания жить, опущенные руки, то есть человек теряет силы, страх сильный за свою жизнь, за все, что происходит. И пост на воде побеждает депрессию, разочарование в жизни пост на воде и солнце. Я когда в Израиль приезжаю, я там очищением организма занимаюсь, я видите, загорелый какой, я на солнце, постоянно на солнце, в воде в холодной стою, длительное движение и очищаю свои энергии, чтобы много было сил потом давать людям знания, жена до силы, вы же все нуждаются в энергии, так? Я должен быть сильным. Это у меня первый город, у меня поездка из 20 дней стоит, и вы самый первый город, самый первый день. У меня больше всех сил. загребаем, загребаем, загребаем Мы отработаем воздух, солнце, вода, все организовано. когда человек любит природу, он легко побеждает судьбу, ему вообще все нормально в жизни, понимаете, а здесь хорошая природа, много солнца, поэтому нужно начинать с этого, начинать со скез, здоровый, это называется здоровый образ жизни, то есть надо научиться, когда стресс, он закрывает крайник энергии природы, как жажду средь мрачных равнин, почему равнины вдруг стали мрачными, потому что крайник закрылся, у человека стресс, он не может чувствовать природу, понимаете, но если человек чувствует природу, он будет чувствовать себя очень хорошо.